Время Чая Наполеон – не торт, пищевая добавка. Полицейские изъяли около 3000 тонн отравы в магазинах Забайкалья. О суррогате в новом обличии расскажем подробнее. Наполеоновские планы продавцов пищевой отравы вылились в масштабные убытки. Из незаконного оборота забайкальскими полицейскими изъяты литры ходового лосьона «Боярышник», «Березовые почки», «Витасепт». С прилавков правоохранителями сняты и вроде бы ничем не приметные жидкие пищевые добавки с народными названиями. Пшеничная, медовая, хлебная и другие. Весь товар от «Боярышника» до «Наполеона» определили на экспертизу. Кроме того, у распространителей на руках не оказалось никаких разрешительных документов. Тотальная проверка в магазинах, киосках, ларьках, читах и Забайкалье только набирает обороты. Главное, чтобы случаи отравления этим ходовым суррогатом не приобрели массовый характер, как произошло это в соседнем Иркутске. Как показывает официальная статистика, только за текущий год по краю по причине отравления спиртосодержащими жидкостями умерло 17 человек. Однако смертельных исходов наверняка было больше, чем зафиксировано. Почему люди, зная, что застолье может оказаться последним, продолжают употреблять повышающие градус лосьоны? Купить качественную алкогольную продукцию ночью почти невозможно – таков закон. Суррогат тем временем в круглосуточном доступе, да еще и за смешные деньги. Так, бутылек боярышника обойдется в среднем 25 рублей, пищевая добавка с народным названием чуть дороже. Наполеон – от 50 рублей, другие уже от 105. Тех, кто производит и реализует яд в чистом виде, впору судить не за убийство, как предложила Валентина Матвиенко, а по статье «Терроризм» – отравление людей, что носит массовый характер, сравним с разорвавшейся бомбой в людном месте. Марина Лиханова при содействии пресс-службы ОМВД России по Забайкальскому краю. И в продолжении темы. Спиртоторговка Нерчинского района за высокоградусный бизнес отправится в колонию-поселение. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобные деяния, однако отбывала лишь условный срок. Ее продукцию отправили на экспертизу, которая показала, что опьяняющая жидкость опасна для жизни и здоровья людей. Свою вину в этот раз женщина не признала. В колонию-поселение она отправится на один год. Забыли и зашили. Медики Нерчинскозаводской больницы, прооперировав, женщину оставили в ее животе салфетку. Оказалось, что медсестра неправильно подсчитала медицинские расходники. Что повлекло еще одно оперативное вмешательство. Пациентке пришлось вновь лечь под нож хирурга, а значит вновь испытать моральные и физические страдания. Теперь Нерчинскозаводская районная больница обязана выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Так решил суд. Пока же приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован сторонами. Взяли с поличным 23-летнего четинца. Задержали в момент закладки спайсов. Парень сбывал белую смерть средь бела дня. При себе у него оказалось 112 разовых доз синтетики. В денежном эквиваленте доход наркодилера мог составить около 280 тысяч рублей. По предварительным данным парень приобретал спайсы через интернет за продажу, хотел выручить приличную сумму. Однако вместо этого он может отправиться в места лишения свободы сроком до трех лет. На сегодня это все криминальные новости. Если вы оказались в неприятной истории или подозреваете, что попались на уловки преступников, звоните нам в телефон нашей редакции 415107. Оставайтесь на первом независимом, будьте бдительны и берегите себя.